Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Смотр Рэйдж, всё как всегда. И перед началом ролика хотел сказать, если вы ещё не играли на этом сервере, то при регистрации вводите мой промокод Эван и получите, как бы, 50 тысяч рублей на свой баланс. Идите, сдавайте на права и работайте на свою мечту. Это звучало как реклама, но мне ничего не заплатили, так что... Зачем я это сказал? А, непонятно. Короче, пацаны, сегодня мы будем покупать мне мотоцикл. Я не знаю, этот ролик не зайдёт, зайдёт. Поддержите, пожалуйста, канал подпиской. Давайте до конца сентября, а, конечно, лучше бы раньше набрать ещё 100 подписчиков, чтобы было на канале ровно 3000 подписчиков. Возможно, замутим какой-то конкурс, если у меня, конечно, будут деньги. Я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, вот это повезло. И мы начинаем. Погнали! Перед тем, как мы пойдём сейчас купим мотоцикл, мне нужны деньги, вот, и я опять продаю свои автомобили. А именно, вот эту фэтэшную супру на дрифт-чипе на номере MMM00497, вот такая вон. Она просто чисто чёрная, на таких вот чёрных бэбосах, вот. Она стоит где-то лямов 6, да, давайте лямов 6, это нормально, без торга, пацаны, все тачки без торга. Ну, почти все, вот. А приора тоже фэтэшная на номере MMM00797. Вот, пацаны, если чё, такой номер на 77-м регионе уже за сотку хотят продать, и то уже. Ну, продают, могли продать, но не хотят, вот. А у меня на 97-м, что тоже очень хорошо. Продаю лямов за 10. Ну, окей, ладно, здесь я могу чё-то скинуть. Но вот это 6, короче, это 10 с торгом, всё. А мы залетаем, давайте уберём тачки, кстати. Мы залетаем в San Andreas Motorcycles, мою бацу. Артур Дэвидсон, чувак, отвечая, седой Джо, не очень ты на байкера похож. Ну, а ты тоже не особо на фермера похож. Значит, я снял 500 тысяч, я думаю, мне хватит. А, реально, самый дорогой мотик стоит 490. У нас-то, конечно, их чё-то очень мало, не то, что в этом, в GTA 5 обычный. Здесь же был квадроцикл за 10 тысяч, не? Динка Акума, это хороший, говорят. Ну, я помню, по роликам с GTA 5, так, Пегаси, бать, вот это мне прям вообще заходит. Так, чё здесь ещё? Принципал, ну, это такое чисто, не, не хочу. Динка, вот этот, кстати, должен быть быстрее, мне кажется. Это 215, а этот 217, а этот получше будет, даже, кстати. Так, Динка, Дабл Та, вот это мы смотрели, да. Шицу, Хачуроку, наверное, Хакачоу, да? Хакачоу, это Сюзуки, типа Хачуроку, или как она там, не знаю, не шарю. Тоже 200 едет, очень офигенный монтик, у меня такой был. 350, это байкерский, мне не вкалывает. Кстати, все монтики едут 200 километров в час, все просто. Мои Батсу Сенчес, да, Санчес, Санёк. Во, и Дукати Электро, этот электрический, типа. Ну, такое. Если честно, я хотел квадрик купить сначала, чисто чтобы прыгать, но сейчас я что-то захотел мотик, вот прям захотел мотик. А, этот на таких вот дисках, этот на обычных. А, вот в чём разница. А, и он, кстати, 110 всего лишь едет, обидно. Вот, давайте возьмём Пегаси Бати, вот такой вот. Выбор цвета кузова, давайте возьмём его чёрным, или белым, красным. Красным, давайте возьмём красным. Вот, вернуться назад. И цвет салона тоже можно поменять. А, серьёзно? На вставке пусть будут чёрные. 330 тысяч. А тут, кстати, сколько Пегаси Дабл Т... А, 440, понимаем. 330 тысяч. Просто улетаем. Я никогда не думал, что получаем государственные знаки, вот это бред, пацаны. Сейчас я расскажу, почему. Вот точно знаю, что здесь можно было взять вот это баги, за 10 тысяч всего лишь купить. Потому что я хотел уже записать этот ролик, но я не успел записать. И там на видеозаписи было видно. Но я вроде удалил, так что не увижу. Вот, F3 доставлен в магазин. Кстати, да, мотик занимает место, вот это плохо. Вот, не на учёте, кстати. Первая тачка такая у меня не на учёте. И это, наверное... А, не, не первая. Хотел сказать, первая тачка, которую я купил с этого салона. У меня E34, самая первая тачка с салона тоже. Собственно, мотоцикл. Что-то в последнее время прям испытываю большую любовь к мотоциклам. Вообще, не знаю, что-то они мне нравятся. Но так-то офигенно смотрится. Только номера, жалко, что они из реала. Смотра, только вот такие вот. Ну, выглядит он, мне кажется, очень охуенно. Давайте сядем на него. Ой, прям балдёж. А можно камеру упустить, нет? Всё, наконец-то шлём одел. Если бы ещё шлём можно было как бы менять. Так, можно я выйду? Скидывай этот шлём нафиг. Алё. Да? Всё нормально? Всё, скидывай. Поедем, посмотрим ещё, кстати, по тюнингу. Ой, что-то он не едет. Бля, как это выглядит охрененно. Он GTA 5 быстрее ехал, 100%. Ладно, поехали, посмотрим, сколько на него тюнинг. Но я думаю, тюнинг не особо дорого будет на него стоить. Это в пределах разумного. Но, не знаю, пацаны, как вы. А вот ехать вот так по GTA-шке, особенно ночью, в дождь, на мотике от первого лица, это так охуенно. Не знаю, мне так нравится. Я просто, наверное, половину часов с GTA 5 просто вот так брал, в мотике ездил. Не знаю, это какое-то прям удовольствие. Сейчас просто сижу на стуле и чувствую вот эту вибрацию мотора под сидушкой. Не знаю, кто катался на мотоцикле, тот знает, о чём я говорю. Мы приехали, в принципе, в тюнинг. Если бы ещё сюда номерки какие-то охрененные вцепить, было бы вообще зашибись. Может, они потом кастомные мотики добавят, хотя вряд ли не добавят. Это нагрузка на сервер, да и мотики особо спросом не пользуются. Смотр Рейдж Кастомс. Вроде чип на мотик нельзя поставить, но мы сейчас проверим. Это так чисто. Входная информация, кстати, диски, например. В GTA 5 можно поставить диски. Перенесли они эту возможность сюда или нет. Внешний тюнинг, кстати, на эти мотоциклы есть. Если бы они перенесли, это было бы зашибись, но вряд ли они перенесли. Колёса и подвеска. Я не буду заниматься мототехникой. Понимаю. А где втащить нельзя? А, вот. Это цвет. Цвета не хочу. Хотя материал кузова. Ой, хромовая прям вообще зашибись, да, такой? Кстати, можно добавить перламутровую краску, чтобы он выглядел как-то по-другому. Например, красную перлу можно добавить за 6 тысяч. В принципе, недорого. И он уже как-то по-другому будет смотреться. Механик. О, улучшение двигателя. 20-ка. Stage 3. Первый раз, кстати, тачку фотошу. Турбина. 11. Добавить. Назад. Коробка передач. Stage 3. Добавить. Кстати, ещё чип на мотик. Это же Unreal вообще где-то найти, я чувствую. 57 тысяч фото мотик стоит. Покупаем. А, кстати, здесь же подвеску не сделаешь, потому что он не хочет заниматься мототехникой. Бред. Я, получается, чип не поставлю. Можно сказать, только что бабки выкинул, да, просто? Да. А, и то есть до оборудования тоже нету ничего, да? Понимаю. То есть он сейчас, по идее, должен ехать немного развея. Но подвеску изменить я не смогу. Потому что я не поставил подвеску, а подвеску не поставил потому, потому что бот не хочет его, как бы, принимать. Это мототехника. Почему они запихнули параметры в подвеске, в колёса? Если можно было колёса отдельно, а параметры подвески просто в тюнинг, я не знаю. Достаем. F3. Телепорт. Ой, как-то он стал лучше, что ли, выглядеть. Запускаем двигло. Пристёгиваемся. Вот, вид от первого лица. О, теперь он резвее начал ехать. Вот прям резвее, прям хорошо. Если заправить его нужно. И мазь здесь... Ой, как у меня фризит, пацаны, сори. Давайте уедем отсюда нафиг. Едем где-то в сторону чипа. Давайте к какому чипу? Давайте к этому на пляж поедем чисто. Здесь ещё по дороге заедем в этот... На заправку. Где-то здесь есть заправка. Вроде вот сейчас налево, и потом где-то справа наверху. Где-то там должна быть заправка. Или нет? Короче, пока что едем 160... 170... А мы уже её, наверное... А, не, вот здесь она где-то. Да, вон. Следующий перекрёсток. 186. Так, заезжаем, например, на заправку. Давайте посмотрим, как это выглядит. Ага, 92-м. Давайте 95-м. До полного. 4 900. Мне, кстати, интересно, насколько бака хватает. Вот 17 литров у меня, да? Насколько литров... Насколько, вернее, километров хватит этого бака? У него, как бы, расход маленький, либо большой. Вот это тоже очень интересно. Хотя я уже вижу, что просто мы доехали. Ну, сколько километров, может, проехали. Уже литры сожрал этот мотик. Так, заезжаем мы в щиповочку. Ой, здесь такая большая щиповка, кстати. Прикольно. Так, нажимаем B. Ага. То есть, хотите сказать, я просто только что всрал бабки, да? Вроде как нельзя ставить на... Мотик. Чип. Если чисто на заднем ехать, то 200 можно на изи ускориться. Да, и это максималка. Так, мы приехали на другой тюнинг. Нажимаем B. Ну да, ничего не происходит. Даже в чате ничего не пишется. Да, походу на мотик чип не поставить. Но то, что мы поставили, вот это улучшение коробки, двигателя. Я надеюсь, это как-то поменял. Да не, вроде как поменяло ускорение именно самого мотика. Вот, еще перламутр такой красивый, кстати, добавился. Тоже смотрится топчик. А, еще заметил, что на данном виде транспорта круиз недоступен. Обидно, обидно. Не знаю, кому как, а вот мне вот так чисто под грустную музыку вот так разогнаться. Просто шифт зажать, так прижаться чисто. И улететь просто с пропадающими текстурами куда-то, не знаю. Ну, где-то, чтобы тебя расстреляли, я прям по кайфу. А, пацаны, мне что-то сейчас такая идея пришла в голову. А давайте сделаем какую-то мото-сходку. Типа, все пацаны чисто на байках. Где-то вот соберемся где-то вот здесь. Вот возле банка. Вот это вот здесь на парковке. Да, давай вот здесь. Где-то, где-то. Вот. Мото-покатушки можно сделать. Вот здесь соберемся на мотиках. Вот. И поедем вот так вокруг карты. Полностью вокруг карты. И приедем, не знаю, куда-то на пляж. Вот на Санта-Мария. Вот здесь дебайкеры. Что-то бесплатный транспорт. Ага. И можно там чисто потусить. Мне кажется, было бы просто идеально. Там, представляете, просто едет так 100 мотоциклов просто в одну сторону. Да. И сзади появляется какой-то неэдекват, который всех-то ранит. Конечно, как без этого. Но мне кажется, это идея топ. Отпишите мне в комментариях. Кстати, мне очень стал интересен тот момент. Прилетит ли мне сейчас штраф на мотоцикл. Там, например, за непристегнутый ремень. И за максимально, что там, за 170 тысяч. Ой, 170 тысяч. За 170 километров превышения, короче. Давайте сейчас вот, например, за непристегнутый. О, нормально, кстати, штрафик такой пришел. Так, окей. Давайте теперь в обратную сторону разгонимся. Посмотрим, вообще, придет ли штраф за превышение. Ну, если за ремень приходит, знаю, и за превышение тоже придет. Давай, 170. Все, есть. Теперь надо бы встать. 180, 190. А! То есть за непристегнутый приходит, а за камеры не приходит. Нормально. В принципе, пацаны, там все. Вот такой вот видос вышел. Я надеюсь, вам понравилось. Он чем-то, если честно, лучше, когда что записывать, можно на смотре. Кроме покупки тачек и ставить на них полублат. Это было близко. Я надеюсь, тебе этот видос понравилось. Ты его поддержишь лайком. Также не забудь подписаться на канал. Давайте поможем мне набить 3000 подписчиков. Хотя бы до конца сентября. Мне было бы очень приятно. Напишите в комментариях, кстати, есть ли у вас мотоцикл и любите ли вы на нем кататься. Конечно, в GTA еще на рейдже еще не особо прикольно. А вот именно в обычной GTA ночью, когда есть трафик и прям шашечки вот так влево-вправо-влево-вправо. Вот это прям володежь. Также можешь в комментариях написать идею для следующего видоса. И мы воплотим его. Ну, если идея прям офигенная, воплотим ее в жизнь. Ну все, с тобой в Левен. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. Всем пока-пока.